Ядерные реакторы на две трети обеспечивают Францию электроэнергией. Однако, чтобы продолжать производить всю эту энергию, необходимы стабильные поставки урана. Нигер входит в тройку крупнейших поставщиков урана во Францию. Его доля колеблется от 15 до 20%. Военный переворот в африканской стране вызвал опасения по поводу стабильности этих поставок. В добавок к этому отношение к бывшей колониальной державе на улицах Нигера не самое благоприятное. У нас есть уран, у нас есть алмазы, у нас есть золото, у нас есть нефть. А мы живем как рабы. Почему? До каких пор? Так не должно продолжаться. Французская база в Нигере должна закрыться. Нам не нужны французы, чтобы нас защищать. Хунта прекратила сотрудничество с Францией в сфере безопасности и обратилась за помощью к российской ЧВК Вагнера. Вагнеровцы уже оказывали помощь Хунте в соседнем Мали, еще одной бывшей французской колонии. Эксперты оценивают это как элемент растущего российского влияния в Африке. На данный момент в ЕС не видят причин для беспокойства. Коммунальные предприятия ЕС имеют достаточные запасы урана, чтобы снизить любые краткосрочные перебои с поставками. А в среднесрочной и долгосрочной перспективе на мировом рынке достаточно месторождений, чтобы покрыть потребности ЕС. У экспертов скорее вызывает опасения зависимость Франции от поставок урана из постсоветских стран. Россия — это часть проблемы, но есть еще Казахстан и Узбекистан. Эти страны независимые, и они работают со странами Запада, будь то ЕС или США. Это в их национальных интересах. Однако Россия, в частности через Росатом, который является государственной корпорацией, очень активно участвует в торговле ураном, в том числе из стран, образовавшихся после распада бывшего Советского Союза. Вот здесь у нас есть существенная проблема, и она гораздо весомее, чем Нигер. Страны ЕС, в том числе и Франция, пытаются постепенно снижать зависимость от российского урана. Однако, в отличие от импорта российских газа и нефти, ограничений на ввоз российского урана Евросоюз пока не вводил.